ПОДМОСКОВНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВНЫЕ ЖИТЕЛИ Через пять лет советский конструктор ракетной техники Сергей Королёв назовёт это место космодромом. Именно сюда в 1951 году из таинственного особняка доставят безымянных подмосковных дворняжек. К этому времени они уже станут первым звёздным отрядом. На полигоне Капустин-Яр их будут ждать космические ракеты. ПОДМОСКОВНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВНЫЕ ЖИТЕЛИ Ваши специальности в работу. Вы же врач, научный сотрудник. А вот у нас к вам такое предложение есть. Нам нужно пошить одежду для собачек. И постарайтесь, чтобы об этой работе поменьше знали. Лучше делайте это дома. В это время к нам приехала мать жены. Увидела, что я шью вот такую одежду. Она говорит, вон машинку, я сейчас на машинке. Я говорю, нет, на машинке нельзя, только руками. Ну и она мне стала помогать. И в течение двух недель мы шили с ней одежду. На шесть собак. Начальник поблагодарил меня. Сказал, мы будем это иметь в виду на дальнейшее. Этот неожиданный заказ поступил от генерального конструктора ракетной техники Сергея Павловича Королева. В это время в Капустином Яре под его руководством уже проводились испытания боевых ракет. По его замыслу, отсюда уже в ближайшие полгода предстояло запустить в космос первых четвероногих пилотов. В институте авиационной медицины стали готовить к полетам 14 собак. Всех кандидатов в звездный отряд прооперировали. Под кожу вживили специальные датчики. Сонную артерию вывели в отдельный кожный лоскут. Так во время полета удобнее снимать показания пульса и давления при перегрузках и в невесомости. В институт доставили головную часть ракеты с герметической кабиной. Четвероногие испытатели начали привыкать к своей новой космической конуре. В ноябре 50-го года, субботней ночью, Александра Серяпина снова вызвали в кабинет к институтскому начальству. Тут стоял один незнакомый мне человек в белой рубашке, с мелом в руке, около доски. Я увидел на доске рисунок вроде большая сигарета, а потом присмотрелся и решил для себя, что это ракета. Человек, который стоял у доски, положил мел, вытер руки, подошел ко мне, поздоровался и сказал, будем знакомы. Он представился, Сергей Палыч Королев. И начал по будничному объяснять невероятные вещи. В герметическую кабину ракеты помещаются собаки. Ракета стартует и через минуту набирает скорость 4,5 тысячи километров в час. Двигатель отключается и ракета по инерции выходит в космос. На высоте 110 километров головная часть с животными отделяется от ракеты-носителя и уходит в свободное падение. В 7 километрах от Земли раскрывается парашют и четвероногие космонавты невредимыми приземляются. Если собаки выдержат серию таких экспериментов, то вслед за ними в космос отправится человек. Я слушал и думаю, что это опять какая-то фантастика. А тут ракеты, запуск человека в космос. Начитались мы уже этой фантастики. И вот меня еще привлекают к этой работе. Королев спешил. Ему было известно, что начиная с 49-го года, американцы совершили несколько попыток запустить в космос обезьян. Все эти полеты окончились трагично. Но все же некоторые результаты были обнадеживающими. По данным телеметрии, после нескольких секунд, проведенных в невесомости, животные были еще живы. О том, что в те годы Советский Союз тоже проводил космические эксперименты, не знал почти никто. Матиск мне рассказывал, что в те еще годы, говорят, группа совершенно засекреченных космических медиков, фамилии их никто не знал тогда, они же все тайные, пришли в цирк, как зрители, посмотреть представление, и работал некий дрессировщик Капеллини, такая звучная фамилия, но кто он был на самом деле сейчас? Иванов, Капеллиан, это же не выяснишь. И вот они посмотрели, как он работает в манеже с обезьянами, потом пошли к нему за кулисы, поговорили с ним, он объяснил им какие-то особенности нрава животных, особенности работы с ними, как их дрессировать. И вот тогда было принято решение отказаться от обезьян и начать работать с собаками. Это предание имеет под собой реальную основу. Дело в том, что мы все время раздумывали на тему о том, с чем можно и нужно и выгодно работать при осуществлении биологических экспериментов в космосе. Дело в том, что с первых шагов американцы использовали грызунов и обезьян, правда маленьких, это южноамериканские обезьянки. А мы не имели личного опыта и с ними работали, поэтому собирали, кстати, сведения по этому вопросу. Капеллина нам рассказывала, с какими обезьянами он работает, как они поддаются дрессировке. Мы узнали о том, что они не обещают социальные животные, что, скажем, по одной их посылать нельзя, скажем, в полет, но чтобы обязательно парочка, чтобы было социальное такое общение, чтобы были бы контакты. Некоторые, что очень эмоционально, в том числе вот высшие обезьяны, скажем, шимпанзе, он не рекомендовал использовать их в ракетных полетах, поскольку сильный звук может сам по себе привести к тяжелому стрессу у этого животного. Собак мы знали хорошо, это наша классическая павловская школа, и общение здесь, и понимание, как с ними работать. Зимой 50-го года 14 дворняжек приступили к интенсивным тренировкам. Собакам надо было привыкнуть к вибрациям, оглушительному грохоту двигателей, перегрузкам, увеличивающим вес животных в 5-6 раз, к низкому давлению, которое царит там, где кончается атмосфера. Через полгода собаки были готовы к полету в космос. Считающий, поизумительный, просто потрясающий бросок омича. Мы решили в первый полет отправить двух собачек, это цыгана и дезика. У меня, например, лично к цыгану была какая-то, знаете, ну какая-то любовь больше, чем другим собакам. Если какой-то хороший кусочек, я даю это в первую очередь цыгану. Он ко мне то же самое. Как я только появляюсь, он тут же вскакивает, начинает и лаять, и ласкаться. 22 июля 1951 года в 4 часа утра дворняк, цыгана и дезика разместили в герметической кабине ракеты. За 10 минут до рассвета окрестности полигона Капустин-Я рассветила вспышка пламени. Двигатель в миллионы лошадиных сил начал поднимать двух собак на высоту, которая прежде была недоступна ни одному живому существу. Перед вами уникальные кадры первого космического полета. на них хорошо видно, что происходило с собаками в кабине ракеты. С момента старта начинаются чудовищные перегрузки. Животные с трудом держат голову. Вес их тела сейчас увеличился в пять раз. Пульс достиг 250 ударов в минуту. Это почти четырехкратно превышает собачью норму. Двигатель прекращает работу, и в кабине наступает невесомость. Теперь их тела не весят ничего. Приборы показывают, что в этих непривычных условиях собаки чувствуют облегчение после стартовых перегрузов. Их пульс и дыхание нормализуются. Ракета достигает высоты 110 километров. После этого ее головная часть с огромной скоростью устремляется назад к земле. Перегрузки снова возрастают. На высоте 7 километров происходит резкий рывок. Это сработал парашют. Спускаемая капсула приземляется. Королев допускает к месту посадки только медиков. Приближаясь к кабине, Александр Серяпин еще не знал, живы ли его подопечные. Когда мы подъехали к головной части, я первый посмотрел в люк. Животные наши были живы. Они сидели спокойно. Мы открыли крышку, освободили животных от лотков. Сняли с них одежду, датчики. И стали угощать их колбасой, водой. Ну, все радовались. А больше всего радовался Сергей Павлович Королев. Я удивился. Такой солидный человек. Кватил, сейчас уже не помню, или дезика, или циркана, и бегал с ним вокруг этого самого... вокруг кабины. И в это время Сергей Павлович заявляет. Товарищи, впервые живые организмы с земли побывали на высоте 110 километров. И спустились на землю живые и здоровые. И вот врачи докладывают о том, что у них все нормально, и даже сохранились так называемые условные рефлексы. И чтобы им внушали быть такими, каким был Великий Леонид. В следующем полете было решено проверить, как собака поведет себя при повторном запуске. Не испугается ли снова сесть в кабину, помня свои ощущения от предыдущего полета. Было решено в составе второй пары послать в космос одного из членов первого космического экипажа. Выбор пал на дезика. Поначалу все шло по плану, и ничто не предвещало беды. Приборы, установленные в гермокабине, свидетельствовали, что поведение и самочувствие животных были в норме. Трагедия случилась при посадке. Падая с высоты 100 километров, кабина достигла скорости сверхзвукового самолета. Ее должен погасить тормозной парашют. Приобретенный рефлекс подсказывал дезику, вот-вот последует рывок, и чудовищные перегрузки закончатся. Но проходили долгие секунды, а спасительного рывка все не было. С земли увидели, что парашют не распылся. Через несколько секунд спускаемая капсула врезалась в землю. Счет космическим жертвам был открыт. Государственная комиссия немедленно отстранила от дальнейших полетов оставшегося в тот день на Земле цыгана. Он был живым символом первой космической победы. Его потеря могла похоронить весь проект. В Кремле и без того прохладно относились к перспективе запуска человека в космос. Ближе и понятнее были задачи разработки средств доставки ядерного оружия. Королеву приходилось упорно отстаивать космическую программу. Его самый убедительный аргумент для Политбюро – американцы дышат в затылок и не жалеют средств на то, чтобы первым в космосе оказался гражданин США. Я был оптимистом. Кстати, сказать, что я, все первые, так сказать, пионеры, которые разрабатывали проекты космических полетов, космических путешествий, они все были убеждены в том, что человек может это сделать. Ну, скажем, Циолковский глубоко верил в то, что для человека это вполне допустимо. Весь вопрос в том, что должна нам медицина сказать, перенесет ли человек удовлетворительно эти условия полета. Летом 51-го с полигона Капустин-Яр ракеты с животными на борту отправлялись в космос как по расписанию. Каждую неделю. Медикам было очевидно, что собаки прекрасно переносят полеты. Но подводила несовершенная техника. Еще один экипаж, Мишка и Чижик, погиб от удушья. Отказ маленького клапана привел к разгерметизации кабины. Королев очень переживал. Даже трудно себе представить человека, который так любился наших собак. Он первый, когда утром шел, он не к себе в кабинет, нет. Он заходил к собакам, посмотрел, какая температура воды. Если температура воды, и он пальцем трогал, теплая, он давал нагоняя лаборанту. За то, что почему у собак теплая вода. Чем сегодня кормили животных. И во время, когда уходил с работы, обязательно заходил, проверял, как живут наши питомцы. Уже после первых катастроф стало ясно, какие опасности будут подстерегать человека в космосе. Это заставило пересмотреть программу дальнейших исследований. Было принято решение сосредоточиться на разработке и испытаниях космических систем жизнеобеспечения и спасения. Собак с Капустино-Яра отправили в Москву на переподготовку. На полигоне остались только два четвероногих испытателя. Непутевый и Смелый. Их полет был намечен на 3 сентября 51 года. Он завершал первый этап испытаний. Никто не предполагал, что по воле курьезного случая этот старт окажется особым эпизодом в истории секретной собачьей космонавтики. Накануне вечером солдат-лаборант, как обычно, вывел экипаж на прогулку. Кобелек по кличке Смелый должен был лететь уже во второй раз. Он по-человечески смолодушничал, сорвался с поводка и удрал в степь. Решил докладывать это Королеву о том, что у нас осталась одна собака. И в это время лаборант говорит о том, что около солдатской столовой очень много собак. Нельзя ли там подобрать вам? А действительно, надо попробовать. Мы готовим своих собак к полету, а тут вот неподготовленные. Как она, выдержит этот полет или нет? Поэтому я надел плащ, и мы отправились туда. Поймали там собаку примерно таких размеров, как наш. Повели ее, помыли, накормили, постригли. Дачки попробовали на ней, и все. Собака ведет себя совершенно спокойно. Мы над ней работаем, а он спокойно лижет руки. Такой пес спокойный очень был. Несколько часов спустя дворняге довелось испытать рев двигателей, пятикратные перегрузки и невесомость. Специалисты, наблюдавшие за ракетой, видели, что технический полет проходил нормально. Когда раскрылся парашют, все немного расслабились. За исключением медиков, которые еще не знали, как перенес космическое путешествие новый член звездного отряда, только что подобранный на солдатской кухне. Когда мы подъехали, я заглянул в люк. Вы знаете, даже сердце чуть не остановило. Обе собаки жилы. И эта новая собачка совершенно спокойно себя чувствует. Подъехал Сергей Павлович. Докладываем, что обе собаки жилы. И вот тут он увидел у меня на руках новую эту собаку. А что это за собака? Откуда она взялась? Почему я ее впервые вижу? Как ее кличка? Медикам пришлось во всем сознаться генеральному конструктору. Безымянный герой оказался простым щенком. Вместе с премиальным куском колбасы он тут же получил имя запасной исчезнувшего Бобика, сокращенно ЗИП. Королев распорядился указать в отчете кличку новоиспеченного космонавта. Впоследствии на заседании Политбюро он доложил, что ЗИП – это летавший по особому плану запасной исследователь без подготовки. Он также, как и обычно, ласкал этих собак. А потом, значит, сказал, запомните, товарищи, что настанет такое время, когда наши люди по повсоюзным путевкам будут летать в космос отдыхать. Вот вам пример. В 1952 году испытания космической техники продолжились на Земле. В подмосковном Томилине на секретном предприятии «Звезда» были проведены эксперименты, о которых не говорилось ни слова. Собаки осваивали космические катапульты. Они испытали средства спасения космонавтов на Земле, в воздухе и даже под водой. В это время на полигоне «Капустин-Яр» проводились испытания новых ракет. Ракеты становились все мощнее и постепенно подбирались к первой космической скорости, высчитанной еще в XIX веке Константином Циолковским – 8 километров в секунду. Орбитальный полет переставал быть заоблачной мечтой. В предстоящих стартах собаки должны были опробовать на себе систему экстренной эвакуации человека из терпящего бедствия космического корабля. На смену сшитой Александром Серяпиным брезентовой собачьей одежде пришли космические скафандры. Начинаем передачу «Музыка советского кино». Космические испытания возобновили летом 54-го года. 24 июня в космос запустили «Рыжика» и «Лису». Это был полет по технической сложности, несопоставимый с предыдущими стартами. Эти уникальные кадры зафиксировали момент, когда на высоте 100 километров пороховые газы космической катапульты вытолкнули «Лису» из кабины. Вы видите, как впервые в истории Земли живое существо вышло из ракеты в открытое безвоздушное пространство. Собака защищена лишь скафандром. Парашют особой конструкции сработал за пределами атмосферы. Там, где куполу не на что опираться. В первый раз земной организм спустился на парашюте прямо из космоса. В это время камера показывает второго члена экипажа. Рыжик продолжает падать вместе с кабиной. Его катапульта срабатывает на отметке 45 километров. С этой высоты он продолжит свободное падение. По расчетам в затяжном прыжке из стратосферы собака приблизится к рубежу скорости звука. Парашют Рыжика раскрылся на высоте 7 километров. На земле героев ждала заслуженная награда — докторская колбаса. О том, что животные испытали в этом полете, остается лишь догадываться. Даже в наши дни человеку вряд ли суждено повторить такие подвиги. После триумфа 24 июня 54-го такие полеты стали для четвероногих космонавтов привычной работой. Собака какие-то самые интересные. Ну, никакого сопротивления. Так вот, чтобы она что-нибудь самогрызнула, гавкнула или еще что-нибудь. Инженер Владимир Цветов на заводе «Звезда» занимался разработкой и обслуживанием систем жизни и обеспечения собак в космических полетах. Он сам был удостоен звания Героя России за участие в рискованных испытаниях и с уважением относится к своим бессловесным коллегам. Собаку по кличке «Кусачка» переименовали в «Отважную». Она благополучно слетала в космос четыре раза. Но так везло не всем. Рыжик, совершивший первый в истории затяжной прыжок из стратосферы, погибнет в своем следующем полете. Еще восемь стартов их собратьев из первого отряда окончатся трагически. Сотрудники Института космической медицины воспринимали их гибель как личную беду. Любой экспериментатор, работающий с животными, их не воспринимает как собак. Он их воспринимает скорее как своих коллег, как своих друзей. И удивительным образом, что даже те небольшие, скажем, болезненные процедуры, ну, ведь денег, лекарства под кожу, или необходимость выстречи для помещения датчика, скажем, шерсти, этими животными никогда не воспринималось как агрессивные, недружественные акты. Напротив, они иногда поворачивали свою голову и даже лизали тебя в щеку. Ни в разговорах, ни в научных трудах космические медики ни разу не назвали своих собак экспериментальным материалом. Королев сурово пресекал любые нарушения инструкций и регламентов, но смотрел сквозь пальцы на то, как люди в белых халатах баловали своих подопечных. У меня было самое любимое животное – это лиса. Как только кто-нибудь подходит, она начинает рычать. Ну, и по институту уже пошел слух о том, что у Серяпина есть, значит, охранник. Вот когда он идет с охранником, лучше подальше от него. Иначе, значит, хватает за брюки или за колготки. Настало время, когда мне пришлось сажать в скафандр лису и отправлять ее в полет. Я прекрасно знал, что то животное, которое отстреливается на высоте 110 километров, оно меньше переносит перегрузок. Поэтому я лису посадил так, чтобы она у меня спокойненько спускалась с высоты 90 километров и обзирала своим взором землю. А получилась очень неприятная вещь. Ракету повело в сторону. Но рули начали ставить ее, значит, на место, то есть в прямое положение. И такой был сильный рывок, что из кабины, значит, животное лиса пробило дверь и вместе с скафандром вылетело в атмосферу. Но удар был слишком большой, и животное спустилось уже мертвым. Ну, пришлось мне ее захоронить там, в степи. Вот так я простился со своей любимицей. 4 октября 1957 года мир облетело сенсационное сообщение. Русские запустили первый искусственный спутник Земли. Даже сейчас, полстолетия спустя, мало кто знает, что к первому орбитальному полету одновременно проектировались и строились сразу два спутника. Один, известный всем шарик с четырьмя усиками радиоантем. Другой изначально планировался как корабль-лаборатория, на котором в качестве пилота предстояло лететь собаке. Вопрос, что первым окажется на земной орбите, животное или радиопередатчик, оставался открытым еще за месяц до старта. Работа с первым и вторым спутником шли параллельно. Поэтому в цехах, где мы с Сириапином, с моим коллегой, работали по второму спутнику, ну, так сказать, на параллельных как бы столах, конвейерах, одновременно двигались два спутника. Построить спутник-радиомаяк было намного проще. И первым с орбиты прозвучало знаменитое бип-бип, а не собачий лайк. Второй спутник, а по сути первый обитаемый космический объект, будет выведен в космос через месяц. Этот полет было решено рассекретить. В газетных заголовках замелькало имя новой звезды. Лайка. Посреди казахской степи, на недавно построенном космодроме Тюратам, который впоследствии назовут Байконуром, соорудили трибуны для высокопоставленных зрителей. Оттуда хорошо просматривалась стартовая площадка. Эта сконструированная Сергеем Королевым ракета была способна доставить в любую точку планеты атомный заряд. 3 ноября 1957-го место термоядерного груза в ее головной части заняла кабина с собакой. Это было действительно историческое событие. Находясь в 7 километрах от места запуска, и чувствуешь, что Земля вибрирует, вот вибрации. И потом такой звук, шум от двигателей, невольно содрогаешься. Я потом думал, что я один такой. Впервые я видел мужчин по-настоящему плакать, когда сообщили о том, что Лайка вышла на орбиту. Живое существо впервые оказалось на орбите и несколько раз облетело Землю. Специалистам было заранее известно, что Лайка обречена навсегда остаться в космосе. Системы торможения для спуска корабля с орбиты в то время еще только разрабатывались. Ресурс жизнеобеспечения в этой кабине был рассчитан всего на неделю. За это время предполагали получить ценнейшую информацию о том, как длительная невесомость воздействует на организм животного. Без этого шага отправить в космос человека было невозможно. Нужно было принципиально важным ответить на вопрос, является ли невесомость действительно реально непреодолимым барьером для длительной жизнедеятельности человека в условиях космического полета. И тогда совсем по-другому должны решаться все технические вопросы. Но, скажем так, как это предлагалось делать Солковским, скажем, запуская корабль, вы должны придавать ему вращательное движение. Схема, изображавшая траекторию полета «Лайки» в популярных киножурналах, была недалека от реальности. Но о том, что действительно происходило в кабине второго спутника, не сообщалось. Поскольку тогда вся эта баллистика еще была в самом начале, спутник получил довольно удлиненную орбиту. И время нахождения на Солнце оказалось существенно больше, чем это планировалось, и он стал постепенно разогреваться. Температура должна была быть в районе около 20 градусов нормально. Когда она достигла 41 градуса, то стало очевидно, что теперь собака уже обречена. Крошечные вентиляторы в кабине не могли облегчить страдания «Лайки». Радиостанции продолжали передавать сводки о самочувствии пилота второго корабля-спутника, когда собаки уже не было в живых. Мы настаивали на том, чтобы умертвить «Лайку», чтобы предусмотреть, значит, если что-то, значит, дать сигнал, и чтобы «Лайка» погибла там, ну, в течение нескольких секунд. Говорят о том, что это было предусмотрено. Но я в это не верю. Этого не было. И «Лайка» погибала своей смертью. Света-то мучительная. Продолжается она примерно полтора-два часа. Это мы испытали на собаках после полета «Лайки». Нас заставили. Нас заставили большое начальство. Не наше большое там, а самое большое начальство. Да. Полет «Лайки» доказал, что длительное воздействие невесомости не наносит организму непоправимого ущерба. Через три года, в 60-м, в конструкторском бюро Королева был создан первый в мире космический корабль, способный вернуть человека с орбиты живым на Землю. Осваивать эту технику снова предстояло собакам. По указанию Олега Газенко, начался отбор в группу кандидатов на этот исторический полет. Нужны были светленькие собачки, нужны были очень маленькие. То есть вот не выше 34-х сантиметров, и не длиннее от кончика хвоста до носа 43-х сантиметров. А вот таких собачек не было нигде. И вот я с линейкой такой мягкой, с приманочкой на машине военной, с военным шофером под Москву. Ездила несколько дней и собирали. Там вот так видно бежит собачка. Померяем ее. То есть она подходит в машину. Так нам брали около 60 собак. Новый орбитальный корабль получил обозначение «Восток». Первыми на нем должны были лететь «Лисичка» и «Чайка». Генеральный конструктор Сергей Королев испытывал особую нежность к рыженькой «Лисичке». 28 июля 1960 года станет для него днем очередной потери. Глядя, как взрывается ракета, с его любимицей на борту он вспомнит, что перед стартом шепнул ей «Я очень хочу, чтобы ты вернулась». Слава первопроходцев космической орбиты достанется дублером погибшего экипажа. Через три недели всему миру будут известны их клички «Белка» и «Стрелка». Они стартовали 19 августа, сделали 18 витков по орбите и приземлились знаменитыми. Это был не просто технический рекорд. Выйти на орбиту, продержаться там почти сутки и вернуться невредимыми означало «путь человеку в космос открыт». По этому случаю Олег Газенко отважился на неслыханную дерзость. Устроил своим питомцам пресс-конференцию в Пассе. Мы с Олегом Георгиевичем ехали на пресс-конференцию в старой победе. Но тогда волк еще не был в победе. У меня, я сзади сидела, у меня эти собачки на руках были, в этих кафтанчиках. Вот. И на Маяковской машина, ну, на красную свету машина остановилась. И мы услышали овации из разных машин. Вот. Рядом машины, которые увидели этих собак, а их уже показывали по телевидению. И люди стали хлопать из машины, кричать что-то. И вот тогда я поняла, что что-то такое. Видимо, действительно, произошло какое-то очень серьезное событие, если вот незнакомые люди так реагируют. Машина подъехала к зданию ТАСС на Тверском бульваре. Защелкали блицы. Я с перепугу зацепилась шпилькой за машину и легла просто на асфальт. Смесить с собачками под ножкой. Галантные французы помогли Людмиле Радкевич подняться и поздравили ее питомцев с очередной мягкой посадкой. Газеты запестрели заголовками и фотографиями. Пресса называла Белку и Стрелку покорителями звезд. Ими были покорены и земные знаменитости. Мы были на шабловке тут собачек показывали и вот там операторы говорили ну пусть они залают, пусть они залают пусть они как-то себя проявят чтобы вот в камеру. Собачки так смирненько сидели, сидели потом что-то у кого-то упало из оператора собаки срывались и побежали вообще и убежали из студии и мы за ними кинулись и там как раз Ван Клиберн был в соседнем павильоне. И вот Ван Клиберн схватил этих собак на руки и стал такие восторги у него были просто что он вот так счастлив что ему повезло. Во время своего визита в США советский лидер Никита Хрущев пообещал супруге американского президента Жаклин Кеннеди щенка от одной из космических собак. Так в Белом доме завелась подмосковная дворняшка. Дочь Стрелки по кличке Пушенко. Потомство мы сами хотели получить потому что это было интересно насколько повлиял космический полет на животное, способно ли оно производить потомство и какое это будет потомство. Просто совпало, что Никита Сергеевич был в Америке и пообещал жене Кеннеди щенка. Потом на ферме у Королева сделали клетку такую красивую с такими золоченными палочками в которые его везли. Братьев и сестер Пушинки разобрали по домам сотрудники Института космической медицины. А она обживала золотую клетку в Вашингтоне. Джон Кеннеди наблюдал, как его дети резвятся с русской собачкой. Он хорошо понимал, на что намекал Хрущев этим подарком. Потомок русской космической собаки в резиденции президента США это был сильный удар по его самолюбию и престижу Америки. Кеннеди надеялся, что не задержится с ответом. Ему уже доложили, что ракета Меркурий скоро будет способна вывезти американского астронавта в космос. Президент США не знал, что вот уже полгода в этом скромном доме на Ленинградском проспекте в Москве располагался штаб первого отряда советских космонавтов. Белка и Стрелка летали на их корабле. Они испытывали восток, подготовленный к пилотированию человека. Даже катапультный контейнер, в котором располагались собаки в полете, мало чем отличался от кресла, в которое скоро сядет один из членов этого отряда. Здесь же, в учебном классе, врач Олег Газенко демонстрировал своим новым подопечным отснятые за 10 лет материалы. Он готовил их ко встрече с враждебной космической средой. Мы не на месте собаки себя представляли. Конечно, я прошу прощения, потому что мы же люди, мы же человеки. Но мы, конечно, представляли себе, как я буду сидеть вот там где-то на конце ракеты, на самом верху, а под тобой, значит, где-то 20 миллионов лошадиных сил. И вот это все гремит, все кругом земля дорожит. Вот это, думаю, господи, быстрее бы это началось. Задумывались ли мы о том, что, как это на нас отразится? По-моему, нет. Была мысль одна. Только готовиться и лететь в космос. Вот никакого не было такого, ну, переживания или раздумий о том, как человек там себе поведет. Сергей Королев пообещал, что кто-то из этого отряда стартует уже в следующем 1961 году. Пока же на кораблях системы «Восток» продолжали летать собаки. Королев поставил условие. Два успешных запуска животных после этого летит человек. Оказалось, что генеральный конструктор осторожничал не зря. В декабре 60-го из космоса не вернулись собаки «Мушка» и «Пчелка». Все спускаемые аппараты «Востоков», пилотируемых собаками, были снабжены системой автоматического уничтожения. Она должна была взорвать корабль, если возникала возможность приземления на чужой территории. Перед спуском с орбиты система торможения корабля с «Мушкой» и «Пчелкой» на борту дала сбой. Он начал снижаться по неправильной траектории и автоматика взорвала кабину. Вместе с государственными секретами на орбите погибли собаки. В конце 60-го года тренировки отряда космонавтов шли полным ходом. Американцы буквально наступали на пятки. На закрытых совещаниях в Кремле Хрущев давил на Королева. С вас, Сергей Павлович, лично спросим, если первым в космосе окажется гражданин США. Но генеральный конструктор был непреклонен. Пока собаки дважды успешно не слетают на орбиту, человек в космос не полетит. Под занавес 60-го года 22-го декабря состоялся очередной запуск Востока с собаками Жемчужной и Жулькой на борту. Для Жульки этот полет был уже третьим в ее жизни. С самого старта все складывалось неудачно. В любой момент катапультное кресло, в котором разместились собаки, могло стать их саркофагом. Ракета отклонилась от курса через минуту после старта. Стало очевидно, что до орбиты она не дотянет и уйдет по баллистической траектории в сторону Китая. На Байконуре с секунды на секунду ждали, когда автоматика уничтожит ее секретную головную часть вместе с животными. Но взрыва не произошло. Корабль приземлился в районе подкаменной Тунгуски, там, где упал знаменитый метеорит. Спускаемый аппарат пролежал в таежном снегу несколько дней. Члены поисковой команды не поверили своим глазам, достав оттуда живых собак. Олег Газенко забрал Жульку к себе. Наступившая весной шестьдесят первого, ее хозяин выглядел особенно уставшим, но настроение у него было приподнятое. Полоса неудачи закончилась. Девятого марта к орбите стартовала Чернушка. Она летела вместе с манекеном, которого прозвали Иван Ивановичем. Манекен был одет в настоящий человеческий скафанно. Он располагался в катапультном кресле, сконструированном для живого космонавта. Иван Иванович и Чернушка сделали один виток вокруг планеты и благополучно приземлились. В отряде космонавтов знали, если следующий полет пройдет успешно, место Ивана Ивановича в кабине корабля очень скоро займет один из них. Через две недели, 25 марта 1961 года, очередной Восток уносил на орбиту испытателя по кличке Звездочка и оранжевого Иван Ивановича. В этот день Королев уже знал имя первого космонавта Земли. До старта Юрия Гагарина оставалось 18 дней. За десятилетия, предшествовавшая полету Юрия Гагарина, в космос стартовало 48 собак. 20 из них погибло. У них не было имен. Они отзывались на клички. КОНЕЦ КОНЕЦ